Осенью прошлого года руководитель администрации Читы Инна Щеглова поручила убрать садоворов города клумбы, заборчики и прочие украшения, сделанные из автомобильных покрышек. Однако читинцев так и встречают подъездов милые сердцу, но опасны для здоровья лебеди широко раскинутыми резиновыми крыльями. А все потому, что на свалке эти шины не принимают, их нужно утилизировать силами сторонних организаций, и с этим есть серьезные проблемы. Но у всех управляющих компаний вопрос стоит в том, что у нас в принципе только в районе школы 18 есть один пункт приема этих шин, и они не принимаются в том случае, если они были покрашены, либо какие-то другие ограничения есть, и принимаются они за деньги. У управляющих компаний в тарифе денежных средств нету на то, чтобы эти шины сдать платно. Но все-таки они либо где-то складируют их у себя на базах, если заменяют, либо там поэтапно сдают по мере накопления денежных средств и по мере того, как на вертолетный пункт принимает эти шины, потому что прием не ведется ежедневно, там мы круглогодично выразимся так. А они то принимают, то не принимают, и с этим, конечно, есть проблема. Украшения из автомобильных покрышек не только выглядят аляписто, но и несут вред. Нагреваясь на солнце, выделяют вредные вещества – тяжелые металлы и канцерогены. За три года они способны загрязнить почву в радиусе 50 метров вокруг себя. Учитывая то, что проблема стоит весьма остро для юридических лиц, например, для СТО, для других каких-то организаций, где образуется большое количество автомобильных шин, мы сейчас совместно с Уфсином по Забайкальскому краю отрабатываем вопрос возможности организации данной создать предприятие по переработке автомобильных шин изношенных и изготавливать из них крошку. По-следующему, как известно, эта крошка очень востребованная, она используется для производства различных покрытий, в том числе и для благоустройства территорий, которые, как вы знаете, в нашем городе по национальным проектам проводятся достаточно много. Даниил Батвинский, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.